МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Алексей Спаский провел расширенное оперативное совещание. Главная тема – подготовка к Дню города Видное и округа. Чтобы ничто не раздражало и не огорчало взор наших жителей. В город Видное прилетела делегация из Китая и передала гуманитарную помощь для российских бойцов на Украине. Это большая честь – помогать. Но главное, я надеюсь, что пострадавшие люди будут в безопасности. В минувшие выходные сотрудники патрульно-постовой службы полиции отметили столетие со дня образования подразделения. Сегодня мы сердечно поздравляем вас. С днем образования патрульно-постовой службы. Мы должны приложить все усилия, чтобы День города Видное и Ленинского округа прошел на высоком уровне. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Спаский на расширенном оперативном совещании. Также в ходе совещания о текущей работе доложили представители различных служб и учреждений городского округа. Заместитель главного врача в РКБ Тимурасанов рассказал о новшествах, которые сделают ряд медицинских услуг доступнее. Еще три медицинские справки теперь можно получить через интернет в рамках проекта онлайн-поликлиника. Это санторная курортная карта для детей, для взрослых и справка для предоставления спортивной секции. Подводя итоги 1 сентября, начальник отдела образования муниципалитета Наталья Киселева рассказала об успешном открытии четырех детских садов и двух школ. Всего в этом году в округе за парты сели 38 тысяч учеников, из них 5 тысяч первоклассников. Все первоклассники получили в качестве подарка от главы Азбуку Видновского края и в качестве подарка от губернатора все обучающиеся первых четвертых классов получили мороженое. Председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко рассказал о том, что в настоящий момент формируется база наказов от жителей, которые планируется реализовывать в следующем году. Также он объявил о том, что идет сбор заявок на участие в молодежном парламенте при Совете депутатов. Проводится работа вместе с управлением образования и по школам. В состав планируется порядка 25 человек. То есть это такие будут молодежные, скажем так, крыло наших общественных организаций. Есть очень много задач, где требуется как раз новый, такой уже молодой взгляд. Особое внимание на совещании было уделено подготовке к Дню города и округа, в частности ремонту и обновлению дорожной сети. Завершены работы по оцифровке и устранению ям на отдаленных дорогах. В целом по округу за неделю отремонтировано 294 ямы, 513 квадратных метров. Приступили к работам по обновлению дорожной разметки, к празднованию Дню города. О работах по благоустройству территории рассказал руководитель профильного учреждения Артур Григорян. С завтрашнего дня у нас приходят уже детские игровые площадки и начинаем установку по программе модернизации детских игровых площадок. Закончили работы по скверу 50-летия. На этой неделе проводятся сейчас работы по приемке. К концу недели до Дня города откроем сквер 50-летия. В заключении оперативного совещания глава муниципалитета Алексей Спасский еще раз обратился к эксплуатирующим службам и управляющим компаниям с призывом подготовиться к Дню города и Ленинского округа самым тщательным образом. Надо понимать, что у нас будут гости, надо понимать, что праздничное настроение, чтобы ничто не раздражало и не огорчало взор наших жителей. Напомним, День города и Ленинского округа будут отмечаться в субботу 9 сентября. В Ленинском городском округе сегодня вспоминали жертв бесланской трагедии. 19 лет назад, 3 сентября 2004 года, начался штурм, захваченный террористами школы, в ходе которого погибли 334 человека, среди них 186 детей. Памятный митинг прошел на Аллее славы в Видном. 3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом, который посвящен годовщине страшных трагических событий в Беслане. 19 лет назад в небольшом северо-осетинском городе в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли 334 человека. В основном – женщины и дети. В память о них, в Видном, прошел траурный митинг. Наш с вами священный долг – сохранить память о тех событиях, сохранить правду о тех событиях. И мы живем и работаем с вами на небольшой части нашей страны, на небольшой части Московской области, в Ленинском округе. Но каждый из нас, в том числе, ответственен за мир и за спокойствие, за стабильность на этой территории. В последние десятилетия в России совершено несколько крупных террористических актов, но даже среди них эта трагедия стоит особняком. Ведь мишенью экстремистов были дети. Сейчас первоклассникам Бесланской школы было бы уже по 26 лет. Они бы окончили институт и, возможно, создали бы семьи. Но, к сожалению, им так и не довелось стать взрослыми. Террористы захватили заложников в школе и покусились на самое святое, самое невинное для всех нас – это жизни детей. И совершили самое гнусное и страшное преступление, которому нет оправдания и у которого никогда не будет срока давности. В завершении митинга память погибших почти лиминутой молчания. Неисполняющий обязанности благочинного Видновского церковного округа иеромонах Сафроний Горохольский отслужил литию, после чего все присутствующие возложили цветы. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В город Видное прилетела делегация из Китая и передала гуманитарную помощь для российских бойцов на Украине. Обо всех подробностях узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. В отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Видном принимали гостей из Китая, которые привезли гуманитарный груз для оказания помощи российским бойцам, задействованным специальной военной операцией на территории Украины. С самого начала специальной военной операции по сегодняшний день в зону специальной военной операции направлено свыше 200 тысяч гуманитарного груза. Свыше 50 тактических медицинских аптечек, укомплектованных всем необходимым для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, привезла видное для передачи нашим бойцам президент китайской компании, специализирующейся на выпуске подобных аптечек. Это большая честь помогать, но главное, я надеюсь, что пострадавшие люди будут в безопасности. Представители организации подробно рассказали юно-армейцам, как пользоваться их аптечкой. Этот клапан нужен для того, чтобы остановить его течение. Зарубежные партнеры убедили, что все изделия отвечают современным требованиям. Применять аптечку просто и легко, а это один из важных пунктов во время боевых действий. Это лучший материал, который есть. Используются самые качественные молнии. И это сделано для того, чтобы в случае опасности можно было очень быстро открыть его. Это лучшее качество, которое есть. Общение с китайскими гостями продолжалось в узком кругу, в теплой дружеской обстановке. А президенту китайской компании вручили благодарственное письмо от отделения партии «Единая Россия». Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. В минувшие выходные сотрудники патрульно-постовой службы полиции отметили столетие со дня образования подразделения. ППС считается одним из самых престижных направлений деятельности управления МВД. О непростой, но очень интересной работе расскажет Юлия Погосян. Виктор Климовцов патрульно-постовой службе отдал более 20 лет жизни. После армии отучился в Расторгуевской школе милиции и поступил на работу в отдел внутренних дел по Ленинскому району. Те годы наш герой вспоминает с теплотой. Говорит, время было интересное. Тогда я был молод, как говорится, здоров. И все было у меня хорошо. Жили с людьми на улице. Постоянно общение. Постоянно к нам какие-то просьбы. И люди помогали, да, и мы людям помогали много. Прощаться со службой Виктору Викторовичу было нелегко. Поначалу работа снилась. Со временем в памяти остались только хорошие моменты. Уважаемое начальство, любимые коллеги, с которыми нынешний пенсионер до сих пор на связи. С удовольствием заглядывает в гости. Для молодых сотрудников он как наставник. Молодым коллегам пожелать, чтобы они добросовестно и честно несли службу. А больше всего здоровья. А наставление быть честными и справедливыми. Тогда будет все хорошо. В этом году патрульно-постовая служба отмечает круглую дату со дня образования. Добросовестное исполнение профессионального долга – заповедь, которую сотрудники ППС несут уже 100 лет. Многие из руководителей управления МВД свой путь в полиции начинали именно в этом престижном подразделении. В меру, наверное, своей увлеченности службой в полицию хотелось попасть, служить на благо Родины, на благо Отечества. Ну и, соответственно, первоначальный мой путь – это был в 2002 году. Я пришел рядовым полиции в патрульно-постовую службу. После чего попал работать в оперуполномочном уголовном розыске, ну и уже дальше строил свой жизненный или служебный путь. Свой профессиональный праздник сотрудники ППС встречают на службе. День или ночь они первые придут на помощь. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, сегодня мы сердечно поздравляем вас с днем образования патрульно-постовой службы. Примите искренние и теплые пожелания вам, вашим родным, близким. Крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Ну и, конечно же, еще раз всех с праздником. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Видное ТВ отпраздновал 28 лет. Время юности позади, но невозможно забыть проекты, которые в разное время создавались на нашем телеканале. Отряд особого назначения, погода, дети, наше время. Участниками съемок были юные жители нашего округа. Теперь они стали взрослыми, но то время, которое ребята провели в нашей студии, наверняка осталось у них в памяти как доброе, интересное и яркое. В следующем сюжете мы вспомним некоторые детские проекты телеканала Видное ТВ. Телеканал Видное ТВ, датой основания которого официально считается 1 сентября 1995 года, быстро стал популярным у местных жителей. Команда молодых журналистов во главе с Владимиром Меньшовым училась мастерству телевидения, видя опыт работы на центральных каналах, а также нарабатывая собственные практики. Идей было много. Детское направление в телевидении развивалось особенно быстро. Лагерями было туго, и в летний период у нас в кинотеатре была детская площадка. Чтобы занять детей, решили делать детские проекты. Самым первым проектом был телевизионный проект от Балды. Вел я его с Зименковой Сашей, с девочкой. Она тогда еще учила в школе, сейчас она уже закончила институт. А потом у нас еще был проект «Наш самый-самый». Это проект был для всех школ города Видного. И еще было дважды мы проводили туристическую эстафету. То есть все на базе нашего кинотеатра, тех детей, которые к нам приходили. Кто быстрее прищет пуговицы, тот в этом конкурсе и победит. Стреляли по мишеням, забивали гвозди, бросали мячи в корзину, собирали пазлы и многое другое. Боролись за главный приз. Победитель проекта «Наш самый-самый» награждался туристической путевкой на всю команду, на весь класс, по сути дела, в Ленинград на выходные дни, пятницу, субботу, воскресенье. Это было круто. Да, это было круто. И, конечно, борьба была нешуточной. Также на телеканале появились юные ведущие. Передача «Между нами» захватила эфир «Видное ТВ» и считалась одной из самых любимых местной молодежи детворой. И это понятно. В ней подрастающее поколение города видело себя. Одной из ведущих передачи была Маша Ермакова. Мне очень радовалось. Было ощущение, что я делаю что-то стоящее и полезное. Хотелось делиться. Потом хотелось быть на телевидении. И плюс это добавило гораздо больше активности в мою жизнь. То есть мы посещали разные интересные мероприятия. Причем мы брали интервью, звезд, на концертах, когда к нам приезжали, на разных ивентах городских. И это было очень здорово. Шло время. Журналисты становились опытнее, а проекты амбициознее. В 2012 году в эфир вышла передача для школьников «Наше время». Сестры Лохматовы, Кирилл Усманов и Евгения Васильева были не просто ведущими, а полноценными соавторами. Участвовали в съемках, монтаже, в общем, проходили настоящую школу журналистики. Ну, в то время, сколько это, лет 15, наверное, 14 было, конечно, казалось, что это один из путей, по которому в будущем мы пойдем. Вот. И на самом деле все это время, и сама передача, и все наставники, все люди дали очень многое. Вот. Ну, не знаю, почему не сложилось так, но я как бы об этом не жалею. Просто очень хорошие воспоминания и много опыта, который в жизни все равно пригодился. Жизнь расставила свои приоритеты. Екатерина и Виктория занимаются юриспруденцией. Кирилл остался верен журналистике. Обучает ребят в Центре «Импульс» ценизенному мастерству. Сотрудничает с нашим телеканалом. В эфир выходит его авторская программа «Фокуси». И когда мы только начинали, мы же стояли у истоков, это было в шестой школе, тогда вот зародился проект «Наше время», и мне это все понравилось, потому что изначально я думал на актерский поступать. А когда я понял, что такое журналистика, и как она многогранна, и как ты можешь быть и оператором, и ведущим, и корреспондентом, да кем угодно, и видеомонтажером, это меня как-то увлекло, мне это стало интересно. Я понял, да, это именно то, чем я хочу заниматься. Проект «Погода дети» – следующий этап увлечения юного поколения видновчан в телетворчество. Около 20 ребят смогли попробовать себя в качестве ведущего погоды. Один из них – Остап Кадерлеев. Тогда ему было 8, сейчас 14. Помню, что немного волновался перед тем, как начиналась съемка, но съемочная группа очень помогала мне, поддерживала меня, и я переосилил, и вышел все-таки, снялся. Это было достаточно интересно, очень интересный опыт. На самом деле это очень раскрывает твой потенциал. Ты не боишься сцены, ты идешь вперед, ты развиваешься в общении. Но и на этом «Видное ТВ» не остановилась. Спустя год новый грандиозный проект, инициатором которого была главный редактор Елена Бабина. Телеканал объявил о создании отряда особого назначения. Стартовал весенний призыв. Эксперты должны были быть рассудительными. Призитанцы, ну, это когда все собираются и что-нибудь обшуздают. С мышлеными. А ты слышала когда-нибудь про куклу Барби? Еще как слышала. У меня вот столько Барби. Забавными. Мне очень понравилось, что у вас здесь так уютно. Каждый день выходил новый выпуск. Обсуждали все – от правильного питания до выборов, от моды до космоса. Даша Зубкова в студии телеканала не была больше шести лет. О, как круто! Изменилась студия? Да, прям очень изменилась. Помнишь, где стул стоял, где вы сидели? В каком месте? Вот здесь было где-то. Любит пересматривать выпуски отряда особого назначения, говорит, смеется от души. Самое интересное, смешное, которое я пересматриваю вот каждый раз, это выпуск, там разговор о появлении детей. Там очень смешно, я рассуждаю, вот, и всегда смеюсь, когда смотрю этот выпуск. Когда женщина спит, приносит аист, куда, ну, в рот запихивает, ребенок прорезает, и оказывается, в ручке аист улетает потихоньку. Сейчас ребята выросли, изменились, трудом узнают друг друга. Тимофей Чепурный в проекте напоминал маленького профессора. Рассуждал на разные темы с видом знатока. Например, о будущих мамах. В семь лет еще можно в школу приносить игрушки. В восемь или девять уже редко нужно приносить. А в десять или одиннадцать вообще уже нельзя. Мне было интересно, потому что там можно было ответить на вопросы разные. Мне тогда казалось, что я серьезно очень отвечаю, но только сейчас я вот понимаю, что это все смешно очень было. Паша Брылов был самым маленьким в отряде особого назначения. Ему едва исполнилось тогда четыре года. Малышу досталась важная задача. Он снялся во всех промо-роликах к проекту. Мам, Паша вернулся! Ура! Здравствуй, сынок! Сложно сосчитать, сколько всего видновских ребят прошло через проекты телеканала. Но каждый, мы уверены, вспоминает это время как необыкновенное и увлекательное. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова